Вместе с моим множителем иллюзий, не означает ли это, что я могу создать атаку со всех направлений, прежде чем поразить цель с минимальными усилиями? Конечно, какое-то время обманывать форцицентрол, и я не думаю, что многие люди смогут вот так заблокировать их всех. Честно говоря, я не знаю, может ли этот навык следовать за движущейся целью или нет, но это хорошее начало. Я могу проверить это позже, и я думаю, что могу добавить. Тио вздохнул, прежде чем измениться, его положение. На этот раз он встал лицом к упавшему бревну. Он не хотел разрушать еще одно дерево, поэтому решил остаться с упавшим бревном. Однако между ним и упавшим бревном стояло еще одно дерево. Его план состоял в том, чтобы добавить контроль силы, чтобы избежать столкновения с деревом до того, как волшебные пули снова повернутся с помощью этого навыка. Он сделал глубокий вдох и снова использовал волшебную пулю. Хотя он чувствовал, что потребление магической силы увеличилось как минимум в два раза, он не возражал, потому что эта волшебная пуля только что открыла для него огромную дверь. В этой волшебной пуле было много возможностей, которые он мог открыть, поэтому он планировал использовать сегодня половину своей магической силы, так как он мог восстановить всю ее во сне. Вызвав волшебную пулю, он снова запер упавшее бревно и выстрелил волшебной пулей. Тем не менее, он вложил в волшебную пулю больше магической силы, чем ему было нужно, в той же части, заставив волшебную пулю изогнуться влево от стоящего дерева. Из-за эффекта отслеживания его волшебной пули, волшебная пуля в конечном итоге снова изогнулась и создала полукруг, как будто избегая стоящего дерева. Бум! Волшебная пуля попала в дерево и полностью уничтожила бревно. Улыбка появилась на лице Тиа, когда он только что подумал о связке стратегий с его волшебной пулей, блинком, клонированием и множителем иллюзий. Возможно, он сможет контролировать ход боя, используя комбинацию этих четырех. В то же время он планировал купить больше навыков ранга Е и улучшить их до навыков ранга Д, чтобы использовать их в соревнованиях. Одна только мысль о его потенциале приводила его в такое возбуждение – это «С этим я смогу добраться до главной сцены и сразиться с гениями из других стран в Гранд Гая». Тиа ухмыльнулся и посмотрел на небо. «Я сделаю все возможное, чтобы это произошло». Той ночью Тиа очень хотел попрактиковаться в своих навыках. Остальные не хотели проигрывать и готовились к завтрашнему дню по-своему. Алия размахивала мечом в маленьком месте, закрывая глаза, как будто сражалась с врагом собственного воображения. Ферилл прыгал с одного места на другое, используя деревья как препятствие. Он был похож на кролика, которого ничто не могло остановить, но самым страшным в его тренировках была его скорость. Он использовал свой молниеносный шаг, чтобы увеличить скорость, избегая этих деревьев. Между тем, у Лауста было такое же обучение, как и у Ферилла, но он прыгал с одного дерева на другое, используя навык, полученный от Редвелса. В лагере Эллин медитировала, чтобы лучше понять свои способности, в то время как Сихан делал несколько отжиманий и точил свое оружие. Все они были заняты своими делами, но все их головы были сосредоточены на завтрашней цели. «Убей мамонта на следующий день». У группы было серьезное выражение лица, потому что они собирались снова бросить вызов мамонту, монстру, которого они не могли победить раньше. Ферилл исчезла из лагеря, а остальные собрали свои вещи, потому что снова собирались переезжать. Еще через два часа Ферилл вернулся и сказал. «Извините, что задержался. Я нашел мамонта час назад, но только сейчас мамонт возвращается к реке, чтобы попить воды. Это лучшее время, чтобы устроить ему засаду». Тя кивнул. «У меня нет никаких изменений в плане. Мы сделаем это так же, как работали несколько дней назад. В плане не было ничего плохого, кроме того, что мы все равно слишком слабы». Группа кивнула в знак согласия, потому что они почувствовали огромный скачок в своих силах после того, как поняли, что им нужно делать со своим новым навыком. Как и ожидалось, Родвиллс не дал им ничего, не обдумав. Глядя на серьезные лица своих товарищей по команде еще раз, Тя открыл рот. «Пошли. Если у тебя есть что-то, что ты прячешь, лучше использовать это как можно раньше». «Роджер». Они ответили, и Ферилл повел их к Мамонту. Группе не потребовалось много времени, чтобы добраться до той же реки, которую они напортачили несколько дней назад. Хотя большинство из них пришли в норму, они все еще могли найти трещины там, где Мамонт топтал землю. Может быть, потому что он ожидал, что они придут. Мамонт быстро поднял голову еще до того, как они пересекли реку. Вода, которую он хранил в своем грузовике, была выпущена в сторону Тя, пытаясь убить того, кто ими командовал. Мигни. Прежде чем Элия защитила его, Тя уже исчез, остановив любое движение, которое они планировали использовать, чтобы остановить атаку. Его пункт назначения находился в нескольких футах над воздухом. Он призвал свою волшебную пулю и разделил ее на 10. Магическая пуля. Все 10 волшебных пулей полетели к Мамонту в лоб, заставив Мамонта выпустить свой щит, чтобы заблокировать его. Конечно, на этот раз он не использовал отслеживание или управление силой, так как ему нужно было дождаться, пока другие пересекут реку, прежде чем показать свое мастерство. В это время Эллин закончила подготовку к своему мастерству и положила руку на землю. Ледяная волна. Как и в предыдущем случае, река замерзла, образовав мост шириной 20 футов. Мамонт издал громкий крик, когда он поднял свой хобот, пытаясь сломать мост, чтобы помешать им перейти его. Он решил сделать это, почувствовав силу новой волшебной пули Тиа. Однако Сихан уже прибыл прямо перед мостом. Он уронил щит и подпрыгнул в воздух. Вены на его теле начали вздуваться, как будто оно подвергалось огромному стрессу, но Сихан почувствовал прилив сил, который он получил. Это была сила, необходимая Сихану, чтобы сравняться с силой чемпионского ранга, такой как Элиа. Это была сила, исходящая от навыка ранга Д, который дал ему Рэдвиллс безумие. С дополнительными 20% своей силой он ударил по стволу сбоку своим светящимся клинком. Рассветный удар. В их ушах раздался громкий щелкающий звук, и хобот Мамонта на секунду остановился, словно сопротивляясь мощному удару Сихана. В конце концов, ствол сместился на дюйм от своего текущего местоположения. Сихану явно не понравился результат, но из-за этого одного дюйма траектория резко изменилась, так как ствол пошел по диагонали, а не по вертикали. Бам! Ствол ударился о землю и разбрызгал воду, но он находился в 6 футах от моста из-за одного дюйма Сихана. Алиа, Ферил и Лауст пересекли реку и окружили Мамонта с трех разных сторон. Тя приземлился на землю и вместе с Эллин направился на другую сторону, в то время как Сихан быстро схватил свой щит, чтобы пересечь мост, прежде чем Мамонт сможет его сломать. Как они и ожидали, Мамонт сместил мост с земли и разрушил мост. К несчастью для него, Тя и его группа пересекли реку. Тя был первым, кто сделал ход, когда он снова призвал свою волшебную пулю и нацелился на тело Мамонта. Магическая пуля. Мамонт взглянул на свои пули, которые летели прямо в его тело, и просто приготовился к удару, потому что знал, что это не нанесет большого урона. Однако прямо перед попаданием десяти пуль Тя улыбнулся, когда волшебные пули повернулись по диагонали влево, направляясь прямо в левый глаз Мамонта. Мамонт попытался закрыть глаз, чтобы защитить его, но волшебные пули достигли его глаз и первыми задели его крик. На реке раздался громкий крик, из его глаз хлынула кровь, и Мамонт был вынужден закрыть левый глаз. Между тем, у остальных было веселое выражение лица, когда они узнали настоящее мастерство Тя. Силовой контроль. Это была сложная техника, которую было трудно освоить даже студенту третьего курса, но Тя удалось сделать это на первом курсе и за несколько месяцев. Безумие может быть преуменьшением. Прежде чем они узнали об этом, Эллин уже расположилась под Мамонтом и постучала по земле своим посохом. Надеюсь, вы не забываете, что лучший наставник Тя по управлению силой – это я. Морозный туман. Ледяной белый туман поднимался из-под земли, постепенно проглатывая Мамонта. Однако настоящим намерением Эллин было использовать температуру замерзания тумана, чтобы замедлить реакцию Мамонта. И Алия явно не хотела упускать этот шанс. Теперь давайте посмотрим, достаточно ли у меня квалификации, чтобы бросить вам вызов. Она подняла меч и глубоко вздохнула. Золотая аура окутала ее меч. Это был ее волшебный клинок. И с этим умением она взмахнула мечом. Дюймовый слышь. Невидимая энергия устремилась к телу Мамонта. Белый туман, выпущенный Эллин ранее, был неожиданно разрезан этой энергией, как будто туман был поглощен линией посередине. Он продолжал двигаться вперед, пока не столкнулся с Мамонтом. Хотя это было трудно разглядеть, прямая линия от верхней части тела Мамонта до его шеи появилась до того, как из метки хлынула кровь красного цвета. Словно остальная энергия догнала энергию, рассекавшую Мамонта. Огромная ударная волна сотрясла поле и слегка отбросила Мамонта в сторону. Бам! За ударной волной последовал громкий стук, как будто что-то только что разбилось и взорвалось на теле Мамонта. Крик. Мамонт закричал от боли, когда его тело слегка наклонилось в сторону. Его правая нога также оторвалась от земли. Алия не могла не улыбнуться, когда увидела, что ее атака прошла. Мамонт явно не хотел, чтобы его тело упало, поэтому он снова попытался дотянуться до земли. Ферилл не позволяла ему делать все, что хотел Мамонт. Чтобы убедиться, что он упал, Ферилл использовал свой молниеносный шаг и прыгнул. Он развернул свое тело и пнул тело Мамонта силой инерции. Этому он научился урыдвился. Иногда вам нужно только увеличить скорость, чтобы создать достаточно силы для мощной атаки. Бам! Удар не пробил защиту Мамонта, но точно оттолкнул Мамонта. К несчастью для него, как и для Сихана, ему не хватило сил толкнуть почти упавшего Мамонта. Именно в это время появился Лауст. А, Лауст. Ферилл почувствовал его присутствие и посмотрел в сторону, обнаружив, что Лауст пинает Мамонта. Когда нога Лауста приземлилась на тело Мамонта, из-под его ботинка вырвался мощный толчок, объединившись с силой Ферилла. Это была его звуковая скорость, которая могла увеличить скорость, создав взрыв магической силы под его ногой. Лауст использовал эту взрывную волну, чтобы дать достаточно энергии, чтобы столкнуть Мамонта. Мамонт расширил глаза. Эти люди никак не могли столкнуть его, но реальность была иной. Его тело вот-вот упадет на землю, и, как только он упадет, он подвергнется множеству атак. Чтобы избежать такой ситуации, Мамонт использовал свой хобот и снова поднял свое тело. Серьезно? Ты можешь это сделать? Ферилл стиснул зубы, когда шок пронзил его тело. Он просто никогда не думал, что его хобот такой сильный. Этому маленькому хоботу удается толкать такое тяжелое тело? Серьезно? Поскольку Мамонту удалось вернуть свое тело в исходное положение, Ферилл и Лауст использовали это тело, чтобы отпрыгнуть назад, снова контролируя дистанцию. Эллин, поменяйтесь со мной местами, закричал Тиа, направляясь к Эллин, которая шла в противоположном направлении. Эллин не поняла плана Тиа, но все сразу соединилось, когда она увидела слепой глаз. Тиа призвал своего клона и стал центром внимания благодаря своей волшебной пули. Мамонт слишком сильно беспокоился о нем из-за техники, которую он использовал, чтобы ослепить глаза. Это создало возможность для Эллин. Она призвала огромный ледяной валун и бросила его в Мамонта. Почувствовав огромное присутствие на противоположной стороне, Мамонт попытался повернуть голову, но Сихан подпрыгнул и ударил его по слоновой кости. Рассветный удар. Сихан использовал всю свою силу, чтобы оттолкнуть Мамонта, но безрезультатно. Ему удалось только на полсекунды помешать Мамонту посмотреть в другую сторону. К счастью, это было все, что ей было нужно, чтобы поразить Мамонта своим ледяным метеором. А теперь давай попробуем, как ты можешь принять это. Ледяной метеор. Мамонт швырнул Сихана на землю и создал такой же щит, который заблокировал волшебную пулю Тиа. Однако из-за отсутствия обзора ему нужно было увеличить щит, даже если это означало снижение обороноспособности. К несчастью для него, когда ледяной метеор Эллин приземлился на щит, ледяной валун мгновенно разбил его, так как его вес был подобен весу Мамонта. Ледяной валун ударил в тело Мамонта, как будто на него бросился другой Мамонт. Мамонт издал еще один крик, когда он использовал свой хобот, чтобы не упасть, но это было то, чего хотели все. Прежде чем Лауст и Ферилл сделали свой ход, Мамонт зарычал так громко, как только мог, прежде чем в их ушах эхом разнеслась серия рыков. Все они пришли из леса и все поняли, что Мамонт зовет других чудовищ. Все они стиснули зубы, не желая, чтобы это стало очередной неудачей. Таким образом, Ферилл и Лауст обменялись взглядами и поняли намерения друг друга. Мы с Лаустом выманим монстров. Мы должны быть в состоянии сделать это из-за нашей скорости. Но если монстры проскользнут мимо нас, ты будешь иметь дело с этим. Хорошо, Ферилл сообщил остальным, когда он развернулся и прыгнул в лес с Лаустом. Роджер, Алиа, Эллин, Сихан и Тиа ответили одновременно. Без их ведома клон Тиа появился в их первоначальном положении, который слегка наклонился к спине Мамонта, чтобы заменить их. Из-за того, что Мамонт остановил ледяной валун, левая сторона была закрыта, если магическая сила Эллин, влитая в ледяной метеор, не была исчерпана. В этом случае Мамонту нужно было защитить только три стороны своего тела. Вот почему Эллин подошла к клону Тиа, поскольку последний показал ей, как это делается. Клон Тиа призвал свою волшебную пулю и направил каждую пулю в задницу Мамонта. Это было единственное слабое место, кроме раны, которую создала Алиа. Следовательно, все волшебные пули точно попали в эту дыру и взорвались. Бум! Мамонт издал еще один крик. Из-за взрывов у него произошел массовый отказ органов, и Эллин попыталась помочь продлить ущерб. С минимальной магической силой, которая заставляла бы лед исчезать, как только он попадал в цель. Эллин использовала два навыка одновременно, целись в одну и ту же дыру. Замораживающий выстрел. Ледяная звезда. Девять звездообразных огоньков появились над головой Эллин и вместе полетели к дыре. Они вошли один за другим, прежде чем взорваться, чтобы создать еще один ледяной взрыв. Мамонт больше не мог с этим справляться и боролся влево и вправо, чтобы убедиться, что ничего больше не повторится. Настоящий Тио остановил движение Мамонта. Вызвав свою волшебную пулю, использовал свой множитель иллюзий, чтобы создать 40 волшебных пулей. Он послал все эти волшебные пули прямо в глаз. Возьми мой подарок. Мамонт быстро закрыл глаза. Он не хотел, чтобы Тио удалось уничтожить его второй глаз, так как после этого он ослепнет, и его жизнь оборвется под их натиском. К счастью или к несчастью, Мамонт остановил свое тело на секунду, чтобы позволить Тио попасть в века, которая не могла пробить его волшебная пуля, и повернул волшебную пулю, как еще один финт для основной атаки. Алиа подпрыгнула и встала рядом с раной, которую она нанесла своим мечом над головой. Золотая аура окутала ее меч, когда она была готова нанести удар в упор. Она глубоко вздохнула и изо всех сил взмахнула мечом. Дюймовый слэш. Дюймовый удар Алии прорезал рану и углубил ее. Мамонт мог только кричать из-за мучительной боли, потрясшей его разум. Кровь вытекала из его тела и капала на землю, как источник воды. Тио посмотрел на рану и закричал. Она углубляется. Мамонт должен умереть в течение нескольких минут с такой раной. Продолжайте в том же духе. Роджер. Алиа кивнула и отошла от Мамонта. Поскольку его смерть была всего лишь вопросом времени, она решила сохранить свою энергию для следующей битвы с монстрами, пришедшими из леса. Хотя они убивали монстров вокруг этой области, их число все еще было огромным. Следовательно, Алиа хотела уничтожить их и позже отпраздновала их победу. Глаз Мамонта потерял фокус, прежде чем он впал в ярость из последних сил. Земля начинала трескаться каждый раз, когда он топтал землю, а некоторые даже вращались или взлетали в воздух. В то же время рев монстров эхом отдался в их ушах, когда все они обернулись, обнаружив семерых монстров, выходящих из леса. Сихан, мы справимся, крикнул Тио и прыгнул к монстрам со своим клоном. Алиа Эллин, вы двое должны убить Мамонта, прежде чем помогать нам. Понял, сказал Сихан, в то время как две девушки серьезно закивали головами. Сихан быстро пробрался вперед и бросил вызов семи гепардам, которые, казалось, пытались спасти Мамонта. К несчастью для него, Сихан внезапно упал на колени, так как забыл о временном лимите своего безумия. Ха. Сихан стиснул зубы и вспомнил, что у него было всего пять минут на навык безумия. Сила в его теле покинула его тело, так как ему было трудно даже пошевелить пальцем. Че. Тио прищелкнул языком, глядя на всех этих гепардов. Семь противников как минимум на 20 уровней выше меня. Интересно, смогу ли я это сделать? Прежде чем они столкнулись, клон Тио схватил Сихана и использовал блинг, чтобы отослать его, прежде чем перегруппироваться с основными силами. Тем временем между ними появились три ледяных лотоса. Блум. Ледяной лотос. Тио нахмурил брови и оглянулся, но обнаружил, что Эллин все еще смотрит на Мамонта. Казалось, она высвободила один из двух своих навыков, чтобы поддержать его. Тио был благодарен за ее инициативу, использовал свой множитель иллюзий и создал еще трех клонов. Другими словами, в сочетании с оригинальным клоном у него было пять человек, чтобы сражаться против семи гепардов. Иллюзионные клоны отпрыгнули в сторону, чтобы посмотреть, сколько гепардов они возьмут. Их работа заключалась только в том, чтобы убежать, поэтому они должны увезти хотя бы одного из них. Как он и предсказывал, три гепарда решили последовать за клонами иллюзиями Тио, пока клоны пытались бегать по местности. В отличие от его клона, эти, в конце концов, не могли разделить свое видение. Тио использовал этот шанс, чтобы сразиться с четырьмя гепардами с помощью своего клона. Оба они одновременно активировали ускорение и сфокусированный рывок. Четыре гепарда подпрыгнули в воздух и попытались укусить их за шею, но и Тио, и его клон исчезли, появившись всего в трех футах позади них. Они развернулись и выпустили волшебную пулю. Тио сосредоточился на правом гепарде, в то время как клон Тио убил левого гепарда своими волшебными пулями. Каким-то образом ему удалось победить их в первом сражении, оставив только двоих. Тио без колебаний бросился вперед и вонзил свое копье, но гепарды приземлились на землю, развернулись и уклонились от его удара. После этого они прыгнули к Тио и открыли рты, показав свои острые клыки. Вместо блинка Тио и его клон использовали кулак обезьяны и ударили гепардов, прежде чем они достигли их, отбросив их на несколько футов. Затем он снова вызвал свою волшебную пулю и сосредоточился на гепардах, заблокировав их с помощью функции отслеживания. Магическая пуля Каждый гепард столкнулся с десятью волшебными пулями, когда они начали убегать, чтобы избежать их, но волшебные пули неожиданно следовали за их движениями. Волшебная пуля теряла свою энергию одна за другой и либо рассеивалась, либо ударялась о землю, но она должна была выиграть для него достаточно времени. У Сихана отвисла челюсть, когда он увидел такой результат. Он не мог поверить, что волшебная пуля Тио может следовать за их движением, так как он сомневался, что силовой контроль Тио не позволит ему совершить такую идеальную погоню. Другими словами, Тио, должно быть, все это время скрывал реальную силу своего умения. Гепард продолжал бежать, так что Тио и его клон появились рядом с клонами иллюзиями. Копья светились, когда они поразили первого гепарда с помощью сосредоточенного рывка. Гепарду удалось избежать первого копья, но второе пронзило его голову. Сихан просто не мог прокомментировать боевой стиль Тио. Что Тио делал прямо сейчас, так это манипулировал битвой, используя уловки. Он совсем не был похож на воина или магического воина. Он начал задаваться вопросом, поменяет ли Тио свою работу или нет. В конце концов, он мог бы получить больше пользы, если бы зарегистрировался на более подходящую работу из-за навыков, которые он мог купить в храме для этой конкретной работы. Мало ли он знал, Тио хорошо понимал его беспокойство, но он не знал, будет ли храм продавать навыки с высокими атакующими способностями, такие как его волшебная пуля, или нет. В конце концов, иллюзии и манипуляции иногда не сработали бы, если бы у вас не было высокой атакующей способности, чтобы напугать или повлиять на разум вашего противника, поскольку иллюзия не позволяла бы нанести противнику огромный урон. Он знал, что иллюзия может сильно влиять на разум, но он был контролером, а не иллюзионистом, поэтому хотел придерживаться этого пути. При этом его противником были не только люди, которых можно спутать с обычными иллюзиями, но и монстры. Следовательно, он думал, сколько ему нужно, чтобы изменить свои 10 слотов навыков, чтобы стать идеальным иллюзионистом с мощной техникой копия и навыками, такими как у бойца и мага. Другими словами, представление Тио о могущественном иллюзионисте было комбинацией трех профессий. Не беспокоясь об этом в данный момент, Тио продолжал сражаться с гепардами, но не смог убить оставшихся четырех. Сихан хотел помочь, но его тело отказывалось двигаться, что мешало всей группе. Внезапно в этом районе раздался крик, когда Тио быстро обернулся и увидел, как Мамонт издает свой последний крик, падая на землю. Бам! Мамонт был так тяжел, что от его падения земля содрогалась, но это было лучшее зрелище, которое он когда-либо видел сегодня. Не обращая внимания на Мамонта, Алиа и Эллин подошли к преследуемому гепарду, убили их обоих и помогли Тио с оставшимися двумя. Извини, что заставил тебя ждать. Тио улыбался, пока они убивали оставшихся гепардов. Эллин поможет Сихану и первый переправиться через реку. Алиа и я спасем Лауста и Ферилла. Мы будем использовать ту же стратегию, что и предыдущие, то есть сбежать в лес после разрушения ледяного моста. На состоянии Сихана и не бороться с ними, Тио дал им команду. Эллин кивнула и подошла к Сихану, пока Алиа ждала, когда он войдет в лес. Прежде чем они вошли, Тио призвал свою волшебную пулю и выпустил их в небо, что послужило им сигналом к возвращению. Чтобы избежать дальнейшего вмешательства, Тио быстро использовал свой контроль силы и заставил их изогнуться друг к другу, так что после удара они создали огромный взрыв. Бум! Произошел взрыв, и Тио задумался, следует ли им отправиться в лес на поиски Ферилла и Лауста или подождать здесь. Хорошо, давайте войдем в лес, но не слишком далеко. Тио кивнул и пошел в лес с холодным выражением лица, полагая, что Лауст и Ферилл заметили его сигнал. Алиа также подняла свой меч, оглядываясь вокруг, чтобы увидеть приближающихся потенциальных людей. Удивительно, но когда они вошли, Ферилл сразу же попала в поле зрения Алии и закричала. Ой, я здесь. Позади него было 30 монстров, которых он привел, двигаясь по лесу. Прежде чем Тио и Алиа помогли ему, Лауст тоже успел вернуться с 20 монстрами. Тио, ты хочешь убить этих парней или просто сбежать от них? Крикнула Ферилл, ошеломив их. Тио не знал, почему он задал этот вопрос, но все же поспешно ответил. Сихан не может сражаться, мы убежим. Тогда, вы знаете о курице? А, у меня нет времени шутить с тобой. Тио недовольно закричал, чувствуя, что Ферилл только что оскорбила его, сказав, что он трус. Он просто никогда не думал, что Ферилл пошутит над этой ситуацией. Вскоре Ферилл поправил его слова, показав, что Тио не единственный, кто может придумать хороший план. Нет, я имею в виду игру, цыпленок. Тио открыл рот от удивления, поскольку сразу понял, чего хочет. Тио быстро повернулся к Лаусто и увидел, что тот кивал головой. Затем Тио подсчитал их расстояние и тому подобное, прежде чем закричать. Подойдите ко мне. Тио отошел от них на несколько футов и попросил Алию покинуть лес, поскольку они позаботятся об этих монстрах. Алия не знала, что он задумал, но одного вида его серьезного лица было достаточно, чтобы отпугнуть ее. Она быстро покинула лес, не желая больше возражать против плана Тио и повторяя ту же ошибку, которую совершила несколько дней назад. Как только он достиг своей позиции, он вызвал своего клона, ухмыльнулся и сказал. Я готов. Приходи. Лаусто и Ферилл продолжили свой путь и еще не повернулись к Тио. Еще не время. Только когда они собирались пройти мимо него, они сделали поворот на 90 градусов, удивив монстров позади себя. Чудовища также продемонстрировали некоторую маневренность, которая позволила им проследить за внезапным поворотом Ферилла и Лауста и пробраться к Тио. Тио посмотрел на них, приближающихся с той же скоростью и на том же расстоянии, и улыбнулся. Под курицей он имел в виду не что иное, как куриную игру. Это игра, в которой два игрока бьют друг друга картами. Тот, кто первым отклонится в сторону и замедлит ход, проигрывает и унижается, как курица. Если ни один из игроков не отклоняется, результатом может быть смертельное лобовое столкновение. Однако Ферилл и Лауст везли багаж, который, по их мнению, даже не дрогнул при столкновении. Они оба не собирались отступать. Особенность Тио, выступающим в роли буфера. В тот момент, когда они почти достигли друг друга и ударили Тио в процессе, два Тио одновременно схватили их за плечи и использовали его блинг, чтобы телепортировать их на 10 футов. Из-за того, что он спиной друг к другу, Тио и его клон убили импульс, который имели Ферилл и Лауст, прежде чем отпрыгнуть в сторону, чтобы избежать столкновения. В конце концов, дальность моргания Тио была всего в 10 футах от их местоположения. Ферилл и Лауст также поняли, потому что навык, который мог телепортировать их в определенную область, был слишком ограниченным и коротким, поэтому у них не было никаких претензий к процедуре Тио, пока они могли уйти. В то же время они заметили, что блинг Тио, похоже, не мог нести более одного человека одновременно. Без Лауста и Ферилла монстры в конечном итоге создали цепочку смертельных лобовых столкновений. Ферилл и Лауст изо всех сил пытались встать, пока Тио помогал им, пока они все бежали к выходу. Поторопись, у нас не так много времени, прежде чем они снова встанут на ноги. Они согласились и последовали за Тио, но оказалось, что последний все же попытался воспользоваться этой ситуацией. Он и его клон выпустили волшебную пулю и поразили упавших и раненых монстров. Он не удосужился сохранить свою магическую силу и в конце концов выпустил три волны магических пулей, прежде чем они вышли из леса. Тио мог видеть, что он повысил уровень один раз после убийства десяти монстров шестью-десятью магическими пулями, которые он повысил до ранга Дэ. Выйдя из леса, они нашли Алию, Эллин и Сихан, ожидающих их на другом берегу реки. Из-за сложившейся ситуации Эллин сняла с него доспехи и попросила Лауста нести его на спине, пока Ферилл и Алия принесли его доспехи. После того, как Тио разрушил ледяной мост своей волшебной пулей, группа снова вошла в лес, чтобы оправиться от боя. Между тем, Тио не мог не ухмыльнуться, увидев свой статус, приписав статус, который он получил ранее, к магической силе, доведя его до того же числа, что и его сила. Имя. Теодор Гриффит. Статус. Элита. Уровень. 103. Опыт. 129-10-825. Благословение. Бог-хазарства. Навыки. Пронзание. Ф. Клонирование. Д. Кулак обезьяны. Ф. Волшебная пуля. Д. Ускорение. Е. Сфокусированный рывок. Е. Скачок. Д. Стихийный щит. Е. Множитель иллюзий. Д. Один оставшийся слот. Атрибуты. Сила 160. Выносливость 93. Ловкость 97. Живучесть 89. Магическая сила 160. Бесплатные очки атрибутов. 0. Однако из-за того, что он посмотрел на свой статус, одна вещь ускользнула от его взгляда. Это было послание от Бога Азарства. Бог Азарства доволен твоим ростом. Продолжайте развивать свою мудрость и извлекать выгоду из каждой ситуации и стать настоящим трикстером. В зоне отдыха группа обсудила свой следующий план, чтобы решить, следует ли им пожертвовать еще одним днем или просто начать бежать в замок. Итак, что ты думаешь о возвращении сейчас? У нас должен быть еще один день, чтобы использовать его или, по крайней мере, остаток этого дня. Спросила Фирил. Как осторожный парень и опыт, который подсказал ему, что все может пойти не так, как надо, Тиа извлек урок из своей прошлой ошибки и сказал. Я хочу вернуться прямо сейчас. Группа была удивлена внезапным ответом Тиа, потому что это был первый раз, когда Тиа сразу высказал свое мнение. Мало ли они знали, что причина, по которой Тиа никогда не высказывал свое мнение первым, заключалась в том, что он узнал от своего учителя, что хороший лидер должен сначала прислушиваться к мнению других. В конце концов, если бы лидер высказал им свое мнение, люди, естественно, плыли бы по течению и в большинстве случаев соглашались бы с ним, даже не споря с вами, как с соперником или противником. Вот почему люди говорили, что твои враги знают тебя лучше всех. Поэтому его учитель всегда говорил ему, что ему нужно быть последним в длинной беседе, если он хочет искреннего ответа. Вот почему он согласился с голосованием, когда вмешалась Соня и его группа. Но когда случается кризис, он должен быть первым, кто даст им понять, что им не терпится, сказав что-то с серьезным выражением лица и строгим тоном. Он понимал, что срочности не было, но тебя хотел, чтобы у его команды всегда было свободное время, чтобы убедиться, что они не гонятся за временем. Таким образом, в результате он высказывает свое мнение первым. И слова его хозяина подтвердились в этой дискуссии. Фирил фактически сразу согласился с ним, сказав, давайте вернемся. В отличие от отбытия, у возвращения не так много времени для исправления. Уход на один день раньше позволит нам изменить наш курс, если это необходимо. Эллин поняла его слова и выразила свое одобрение. Я думаю, это хорошо. Я имею в виду, остальные должны были так сильно повысить свой уровень. Верно? Перед этим, я думаю, было бы нормально подтвердить свой уровень. Не так ли? Тео и остальные на мгновение задумались, прежде чем Эллин сказала им первой. У меня сейчас 159 уровень. Они также не нашли причин держать свой уровень в секрете, учитывая, что через два месяца они прыгнут как минимум до 150го уровня. Лауст открыл рот. У меня 107 уровень. 137. Фирил поднял руку, прежде чем посмотреть на Сихана. Последнему было наплевать на их соперничество, и он показал свой уровень. 134. Фирил потряс кулаком, но Сихан просто отвел взгляд, прежде чем услышал ответ Алии. У меня 175 уровень. Я такой высокий из-за мамонта. Последним, кто раскрыл свой уровень, был Тео. Внимательно изучив их прогресс во время обучения и свои предположения об их уровне, Тео подумал, что их уровень должен быть примерно таким, как они сказали, поэтому Тео сказал. У меня 103 и краткий уровень. Когда группа раскрыла свои уровни, Тео понял, что месяц спустя им нужно работать усерднее. У Фирилла, Сихана, Лауста и Тео не должно было быть проблем с достижением 151го уровня, а это означало, что Алия и Эллин должны были выйти за пределы своего темпа и сделать их центром внимания группы. Тео понял это и начал думать, куда ему переместить группу. С другой стороны, Алия была довольна, услышав их уровни, поэтому она согласилась с планом Тео вернуться домой пораньше. Если с нашим уровнем проблем нет, думаю, лучше вернуться домой. Мы можем охотиться на монстров чемпионского ранга, поэтому я не вижу проблемы в том, чтобы кто-нибудь из вас, ребята, достиг уровня 151 в течение одной недели в нашей следующей экспедиции. Тео, похоже, согласился с ней и посмотрел на Лауста и Сихана, чтобы узнать их мнение. Лауст пожал плечами и сказал, большинство приняло решение, нет необходимости продолжать голосование. Сихан поддержал его и решил вернуться. Тео кивнул и завершил их встречу. Тогда мы вернемся, но так как уже 11, мы отдохнем и пообедаем здесь, прежде чем отправиться в замок Артбец. Понял. Группа признала его план и начала распределять свои задачи. Очевидно, они планировали отпраздновать свой успех в убийстве мамонта, поэтому для празднования принесли больше мяса, трав и, к сожалению, вода. Они устроили пир, обмениваясь информацией о том, как продолжается бой и с чем столкнулись Ферилл и Лауст в лесу. У них не было никакой информации об этом, так как они какое-то время были разлучены. Покончив с обедом, они начали собираться и не оставляли мусор, чтобы не наносить ущерб окружающей среде. Хотя было трудно заставить человечество следовать этому здравому смыслу, потому что они могли сознательно или подсознательно оставлять мусор в этом мире, Тя и его группа все же пытались защитить окружающую среду, ничего не оставляя после себя. Затем они побежали в Артбецциты под руководством Ферилла. По пути группа столкнулась с несколькими монстрами, но Ферилла ставила все гнезда позади, так как Тя не хотел ненужных столкновений. Все прошло гладко, и в первый же день группа добилась хороших результатов. Однако вскоре на третий день все изменилось. Когда солнце почти село, они достигли поля бесконечной травы и приготовились к натиску монстров, чтобы разбить хороший лагерь на другой стороне этого поля. Когда они стали намного сильнее, их уверенность также резко возросла. Ферилл вспомнил, что Тя торговал раньше, и подошел к нему, прежде чем закричать. Тя, думаю, я соглашусь с твоей сделкой неделю назад. Половину причина, по которой Ферилл закричала, заключалась в том, чтобы встряхнуть умы остальных, говоря им, что они должны позволить Тя забрать карты. Эллин и Алиа, очевидно, стали его постоянными клиентами и без колебаний согласились. К сожалению, Лауст не разделил их мнение. Он и Тя могли бы что-то получить, но он не видел смысла приобретать эти карты только ради быстрых денег, поэтому Лауст с ним не согласился. Увидев, что Лауст не согласился, Сихан также решил не торговать с Тя по неизвестной причине. Тя это не заботило, так как он не знал, сможет ли он не отставать от них, собрав все карты. Следовательно, три человека могут быть идеальными для него. Однако, когда они были готовы принять вызов и ступили на траву, они заметили, что что-то не так. Что это? Тя удивленно расширил глаза, потому что, когда они ступили на поле бесконечной травы, они не только не услышали никакого рева, доносящегося из-за травы, но и не появилось никаких монстров, чтобы напасть на них. Это что случилось в этом месте? Фирел сузил глаза и огляделся. В этом месте должно быть много монстров, и я не думаю, что люди будут настолько глупы, чтобы уничтожить их всех. Правильно, хотя никто этого не говорит, но они знают, что это место является блокпостом и особым местом. Следов боя также нет. Значит, это место не тронута или люди, убившие монстров, сбежали несколько часов назад. Тем не менее, я считаю, что один или два монстра должны были быть заперты здесь за это время, поэтому я не вижу причин для этого. Выслушав оценку Фирелла, Тя сказал. В любом случае, мы разобьем наш лагерь на другой стороне этого поля. Поскольку там нет монстра, мы воспользуемся этой возможностью, чтобы пересечь это место, обсудить происшествие и найти ключ к разгадке здесь. Если мы не сможем ничего найти ночью, мы продолжим свой путь, доберемся до артбиоцциты до обеда и сообщим об этой находке. Группа согласилась с Тя и последовала его плану. Как и ожидалось, Фирелл исследовал большую часть территории, а остальные искали все, что могли найти. К несчастью для них, они не смогли найти ни единой причины, чтобы группа покинула это место вместе, поэтому они решили закончить день и вернуться завтра. Однако, когда они перешли в другое место и продолжили свой путь, места наполнились пустотой. В этом месте не было ни одного монстра. Все на бесконечном травяном поле было просто пустым. Они думали, что смогут найти из этого единственного монстра, но не знали причины этой пустоты. Даже если Тя и Фирелл подумали вместе, они не смогли придумать ни единой причины, по которой монстры исчезли из этого места. Фирелл узнал, что монстры шли к замку артбиоцц вместе, как орда, но он знал, что это не так просто. Ни одно нападение орды не должно происходить без какого-либо серьезного триггера, такого как землетрясение или что-то в этом роде. Даже предыдущее землетрясение не создавало такой ситуации. Вот почему они задавались вопросом, что подвигло всю орду напасть на город. Тя и Фирелл продолжали размышлять над этим вопросом, направляясь к замку артбиоц. Так как поле бесконечной травы было недалеко от замка артбиоц, путешествие не заняло много времени. Как и ожидалось, все было тихо, пока они не достигли периметра артбиоцциты. В их ушах раздался оглушительный рев, за которым последовал мощный взрыв. Этого не должно было случиться. Что происходит с артбиоцциты? Алия сузила глаза. Но когда она уже собиралась двинуться вперед, чтобы посмотреть на ситуацию, она остановилась и вспомнила, что не следует вести себя небрежно. Она не хотела повторить ту же ошибку, поэтому сначала посмотрела на Тя, чтобы выслушать его мнение. Я не знаю. Судя по взрывам и грохоту, я думаю, что артбиоцциты подвергся нападению. Тя на мгновение задумался и сказал. Нам нужно тайно продвинуться вперед, чтобы увидеть, что происходит, чтобы лучше понять ситуацию. Ферил, ты иди вперед и веди нас. Ферил улыбнулась и кивнула. Понял. Подтвердив команду. Ферил исчезла и начала оглядываться, прежде чем вернуться к группе через несколько минут с мрачным выражением лица. Он посмотрел на Тя и вздохнул. Вместо того, чтобы объяснять, лучше всем вам сначала увидеть это. Следуйте за мной. Только убедитесь, что вы не поднимаете громкого шума, чтобы нас не узнали. Группа согласилась и осторожно последовала за Ферил, присматривая друг за другом. Примерно через 5 минут группа достигла выхода и взглянула на ситуацию с артбиоцциты за городом. Тя ахнул, а остальные не могли поверить в то, что только что увидели. Артбиоцциты подвергся нападению орды монстров. Перед ними была южная стена, так что они могли видеть только монстров вокруг этой области. Тем не менее, их насчитывалось не менее нескольких тысяч. В сочетании с другими областями они могут достигать 30 тысяч монстров. Их ранги варьировались от нормального ранга до ранга героя, что делало ситуацию несравненно сложной. Они могли видеть многочисленных монстров, пытающихся разрушить стену и открыть ворота, в то время как множество солдат и охотников защищали город от городской стены. Это также был первый раз, когда Тя увидел, что пушки на городской стене используются. Каждый раунд уничтожал десятки монстров, оставляя на земле огромный след. Это катастрофа. Орда Тя осузил глаза и задумался, есть ли связь между этим несчастным случаем и поле бесконечной травы. Что делает мой дедушка? Алия вспомнила, что ее дедушка должен быть в городе. Если он выйдет, монстры должны быть легко подавлены. Увидев текущую ситуацию, армейский солдат, похоже, заметил их, прячущихся за деревьями, наблюдая за ситуацией. Он прыгнул с городской стены в небо, прежде чем приземлиться на землю рядом с ними. Это был мужчина средних лет с черными волосами и окладистой бородой. Его тело было мускулистым, когда он внезапно достал свой Скайлинк. Меня зовут Капитан Хилкерт. Вы, должно быть, из студенческой группы, которая бродила по глуши. Как видите, база атакована, поэтому нам нужно как можно больше помощников. Надеюсь, вы поможете нам в борьбе с монстрами, на вершине западной стены, где собралось большинство таких групп, как вы. Я проложу для вас путь и лично попрошу о продолжении вашего ухода из школы, так как это чрезвычайная ситуация. К нам также идет подкрепление, и его можно уничтожить в течение двух дней, чтобы минимизировать потери. Хилкерт прекрасно объяснил их, и остальные посмотрели друг на друга, соглашаясь помощь, поскольку они не могли позволить себе уничтожение базы. Однако лицо Тео оставалось равнодушным, как будто у него не было намерения помочь. Не обращая внимания на их мнение, Тео просто продолжал наблюдать за ситуацией, а также за так называемым Капитаном Хилкертом, когда последний сказал, «Пойдем, я провожу вас в город». Выслушав его слова, группа кивнула головами и последовала за ним. Хилкерт дал сигнал стене, ведя их пешком к центру битвы. Прежде чем они добрались до монстров, Хилкерт хлопнул в ладоши, и торнадо внезапно подбросило их в небо. Хилкерт показал свой отличный контроль и каким-то образом подтолкнул их ближе к стене. Чудовища, казалось, тоже заметили их, и волк пробежал по вертикальной стене и прыгнул в небо, пытаясь укусить их. Однако другой солдат спрыгнул со стены, ударил волка ногой и силой вернулся к стене. После этого Хилкерт толкнул их еще немного, и они приземлились на стену без единой царапины. Так как они приземлились немного далеко от солдата, который их спас, они не могли поблагодарить его. И Хилкерт снова быстро увидел свой скалинк и спросил, «Согласно списку, вы, Алиа Илрик, Эллин Марсинис, Сихан Раскака, Ферилл Гилберт, Лауст Ланге и Теодор Гриффит?» «Верно, да», — без колебаний ответила Алиа, подтверждая их личности. «К сожалению, я не могу позволить себе провести вас к западным воротам, так что, если вы не возражаете, вы можете сразу отправиться туда самостоятельно. Вы можете просто идти по этому пути». Он указал на маленькое отверстие, где они нашли лестницу, ведущую вниз. «Я понимаю, у нас тоже есть свой долг, поэтому мы будем сражаться, чтобы защитить замок Артбец». «Спасибо. Я сообщу командиру, что ваша группа прибыла, и продлю ваше пребывание здесь для экстренного отпуска». Алиа кивнула и посмотрела на остальных, давая им знак идти. Группа последовала за ней и прошла в небольшой коридор внизу. Это был простой коридор, только лампы на потолке, несколько аварийных лестниц и время от времени двери лифта. Их единственной целью было перевести солдат с земли в это место. У них не должно быть никакой возможности пропасть, но из-за большого количества людей, идущих в этом коридоре, Алиа и группа не поняли, что Тиа призвал своего клона и заставил его следовать за ними, когда настоящий он исчез в толпа. Поскольку пока с ними все должно быть в порядке, Тиа быстро направился к двери лифта, зная, что ему нужно посетить два места. Войдя в лифт, он начал вспоминать так называемого капитана Хилькерта. В его внешности не было ничего странного, потому что это могло быть процедурой, поскольку был еще один солдат, который помог нам добраться до стены, ничего не сказав. Однако, откуда он знал, что мы требуем от школы продолжения нашего отпуска? Даже если бы он знал о школьном мероприятеле, он никак не мог знать, что у нас не так много времени, чтобы провести его на этой стороне. Нет, было бесчисленное множество возможностей, что он думает, что у нас еще есть несколько дней. Как будто он уже знает, кто мы такие, и когда мы впервые покинули эту базу, Тиа сузил глаза. Он какой-то подозрительный злобный. Пока он думал об этом, дверь лифта открылась. Это привело его прямо к внешней стороне стены. Увидев шумный город, Тиа быстро вышел из лифта и направился прямо к кругу телепортации, не желая терять время. Добравшись до другой стороны, он быстро открыл свой скайлинг и связался со школой, особенно с Рэдвилсом, чтобы расспросить их об их длительном отпуске в экстренных случаях. Удивительно, но он получил ответ от Рэдвилса за мгновение до того, как тот ему позвонил. Тиа нахмурил брови и ответил на звонок, когда на экране появилось лицо Рэдвилса. Он открыл рот и спросил. Мне любопытно, что вы видели на другой стороне. Я слушаю. Никогда не ожидая, что Рэдвилс позвонит ему, Тиа на секунду запаниковал и собрался с мыслями. После того, как его сердце немного успокоилось, он спросил. Я хотел бы знать, получим ли мы продленный отпуск из-за орды, происходящей за пределами артбиоцциты. Рэдвилс прищурил глаза и кивнул. Да, для армии это тяжелая работа, но для такого ученика, как ты, который соревнуется друг с другом. Разве это не твоя большая возможность? Тиа согласился с ним. Они могли убить так много монстров в этой области и повысить уровень быстрее, чем когда-либо. Тем не менее, это не уменьшило его сомнений в офицере, поэтому он спросил. Итак, как я могу получить отпуск? Рэдвилс внезапно склонил голову в замешательстве, прежде чем нахмуриться. Вы не встречаете их перед кругом телепортации на другой стороне? Тиа попытался вспомнить, что он видел, и вспомнил, что рядом стояли два солдата, но, поскольку он был один и ничего о них не знал, он проигнорировал их. Да. Я встречался с ними, но ничего не знал. Рэдвилс начал подозревать, что что-то случилось, и сказал. Понятно. Значит, офицер, который привел вас к стене, просил вас пойти к двум солдатам. Там вас спросит, хотите ли вы продолжать или просто вернуться к этому сторона. Нет. Он попросил нас пройти к западной стене, где расквартировано большинство студентов. Это действительно то место, но... Рэдвилс потер переносицу и закрыл глаза. Через минуту Рэдвилс постепенно открыл глаза, и взгляд его стал холодным. Понятно. Так вот как. Вы что-нибудь знаете, инструктор? Рэдвилс отмахнулся от вопроса Тиа. Я зарегистрирую ваше имя прямо сейчас и разберусь с ситуацией позже. Вы должны вернуться на другую сторону и спросить своего товарища по команде, хотят ли они остаться или нет, и продолжать соответственно. Нет, я думаю, вам следует продолжать сражаться там. Это то, что моя команда делает прямо сейчас. Рэдвилс замолчал, прежде чем сказать. Тогда ничего не спрашивай. Просто делай свою работу, а я позабочусь об остальном. Хотя Тиа был недоволен его ответом, он все же кивнул головой и сказал. Я понимаю. Затем Рэдвилс повесил трубку, пока тебя ждал, пока пройдет час, чтобы снова перейти на другую сторону. Между тем, повесив трубку, Рэдвилс на несколько минут закрыл глаза, прежде чем на его лице появилась улыбка. Это не была улыбка счастья. Вместо этого это была искаженная улыбка, как будто он хотел кого-то убить. Его тон становился все холоднее и холоднее, когда он сказал. Понятно, вот как. Необычная толпа и смена порядка. Кажется, кто-то пытается сорвать мой план, повысить свой уровень, так что я должен сделать этому человеку подарок, чтобы поблагодарить его, не так ли? Я только что принес новые инструменты для пыток из моего предыдущего офиса. Думать, что я смогу дать ему что-то новое, это хорошо доложив Рэдвилсу. Он наконец получил ответ. Он сел рядом с порталом, ожидая, пока пройдет час, чтобы он мог перейти на другую сторону. Между тем, он использовал это время, чтобы еще раз взглянуть на их текущую ситуацию. Я понимаю. Кажется, кто-то пытается саботировать нас. От внезапного появления другой группы до этой толпы. Они действительно пытаются что-то сделать. Проблема в том, кто? Лауст, главный подозреваемый, но есть вероятность, что другие целятся в других участников или в мои карманные часы. Он опустил голову, но не стал доставать карманные часы. Он вспомнил, как Соня хотела их получить, как будто она уже знала о его карманных часах и включила их в свою миссию. Моего нынешнего уровня и влияния недостаточно для проведения такого рода расследования. Кажется, моя цель не может быть достигнута в одиночку. Мне нужно стать сильнее и создать небольшое влияние, чтобы оно работало на меня, но Тио не знал и не имел никакого опыта в создании такого влияния. В конце концов он покачал головой и подумал, что должен подумать об этом после соревнований, так как его слава взлетит, если ему удастся добиться успеха. Это открыло бы большую дверь для возможностей, поэтому он решил подождать до поры до времени. Немного поразмыслив, он понял, что час прошел и быстро вернулся на другую сторону, чтобы помочь своему товарищу по команде. Но когда он добрался до другой стороны, то не сразу пошел к западной стене. Вместо этого он пошел в магазин Нарта Илрика, чтобы купить оружие чемпионского ранга. Вот почему он отправился в это место со своим настоящим телом, неся рюкзак. Даже если другие поймут, что они с его клоном, они не будут жаловаться, потому что у него была веская причина для объяснений. Удивительно, но он увидел, что магазин был пуст, и только старик сидел на прилавке. У него было холодное выражение лица, когда он просматривал новости, которые получил сегодня утром, прежде чем подойти к этой стороне. Как только он заметил Тио, он поднял голову и улыбнулся. Очень необычно видеть тебя здесь, мальчик. Тио подумал, что Нарт помнит его, потому что Алия привела его сюда для защиты рук, поэтому он кивнул и вежливо поприветствовал его. Нарт спросил, что ты здесь делаешь, если ты вернулся, то должен идти к западным воротам, верно? Это мой план, но сначала мне нужно кое-что сделать. Хо, Нарт поднял брови, явно интересуясь тем, что должен сделать Тио. Затем он поставил свою сумку и положил все карты материалов на стол. Я хотел бы продать все это, уверен? Он улыбнулся и спросил, да, Тио кивнул. Он вспомнил, что добычей для мамонта все еще была Алия, так как они договорились обсудить, кто ее получил или продал городу после возвращения. К сожалению, он подвергся нападению, так что сейчас он не особо об этом думал. В любом случае, он скоро снова вернется в это место, так что он не беспокоился о том, чего у него не было. Он также не продал свои карты навыков, зная, что они могут понадобиться ему для улучшения навыков в будущем. Старик, напротив, посмотрел на карты материалов и кивнул, все просчитывая в уме. Есть разные типы предметов, поэтому их цены различны. Мне потребуется 5 минут, чтобы посчитать их все, но приблизительная оценка составляет около 300 тысяч. Нарт нахмурился и спросил, почему ты хочешь продать мне эти материалы? Карты? Я считаю, что вам лучше получить миссию и сдать карты материалов для ваших очков вклада в храме. Это даст вам больше преимуществ. Теа покачал головой и сказал, мне это нужно, чтобы получить копье чемпионского ранга. Если вы беспокойтесь об очках вклада, через месяц мы отправимся в место, заполненное монстрами чемпионского ранга, поэтому карты упали с монстры будут лучше. Понятно. Он на мгновение закрыл глаза и спросил, мальчик, ты хочешь заключить со мной сделку? Теа в замешательстве склонил голову. Я одолжу вам копье чемпионского ранга, если не два, и вы сможете заплатить мне позже, после второй экспедиции, которую вы планируете. Вы можете обменять эти карты материалов на очки вклада. Взамен я хочу, чтобы вы сделали для меня одну вещь. Теа почувствовал, что это рискованная сделка, и сделал шаг назад, но тот уже сказал ему условия. Я хочу, чтобы ты расчистил для меня одно гнездо. Определенное гнездо. Вы знаете искусственное гнездо? Теа нахмурился и покачал головой. Искусственное гнездо – это своего рода место, которое вы строите в этом мире, чтобы естественным образом захватывать монстров. Структура станет гнездом, в котором монстры могут спрятаться, поэтому люди могут войти в объект, чтобы повысить свой уровень. Большие влияния обычно строят свои гнезда повсюду вокруг. Это место для тренировок, включая мою семью Эйлрик. Теа стал еще более подозрительным, потому что эта сделка пошла ему только на пользу, так как дала возможность быстрее повысить их уровень. Увидев сомнение в глазах Теа, старик усмехнулся, словно знал, что хотел сказать. Сделка, которая слишком хороша, чтобы быть правдой, обычно оказывается ловушкой. Ты, должно быть, хочешь сказать мне это прямо в лицо, но ты же не забыл, что моя любимая внучка с тобой, верно? Эта сделка – способ позаботиться о моей внучке, а также мой личный интерес к человеку по имени Джокер. А боже, интересно, почему ты скрываешь свою личность? Старик улыбнулся, словно видел Теа насквозь. Теа явно не хотел в этом признаваться и сохранял бесстрастное выражение лица, хотя его сердце быстро билось. Он в замешательстве наклонил голову и решил сопоставить эту историю с той, которую он объяснил Фериллу. Ты знаешь моего наставника? Нарт мгновенно понял, что он задумал, и улыбнулся. Он открыл свой скалинк и показал экран видеонаблюдения прямо у главного входа, на котором он и Джокер. Сейчас с чего? С чего мне начать объяснять, чтобы раскрыть твою личность? Не дожидаясь ответа Теа, Нарт быстро указал пальцем на шутника. Посмотрите на это. Вы выглядели так, будто были здесь впервые и никогда не ожидали, что мой магазин такой хороший. Каждый человек, который когда-либо посещал это место, реагировал так же, как и вы. Но когда ты вошел без маски, ты выглядел совершенно равнодушным, как будто ты видел ее однажды и знал, чего ожидать. Хорошо бы, если бы ты был вместе с кем-то, но, к сожалению, нет, ты был один. И вы должны знать, что я намерен предложить вам много сделок, верно? Да. Я просто хочу установить связь с людьми, у которых есть потенциал. Поэтому я всегда помню всех людей, которые покупали вещи в этом магазине, включая вас. По многим аспектам я вскоре понял, что ты это он. Улыбка Нарта была полна уверенности. Сердце те околотилось, но он не выказал ни единой эмоции, которая заставила бы его подозревать его еще больше. Ему нужно было поблагодарить Алию за то, что она помогла ему понять выражение его лица и лучше контролировать его, потому что это было действительно полезно. Он просто улыбнулся и кивнул. Мой наставник рассказал мне об этом магазине, и я не должен был удивляться, когда попал сюда. И да, он был прав, поэтому я решил пойти. Ну, если ты хочешь продолжать дурачиться, тогда будь моим гостем. Меня это не волнует, пока ты знаешь, почему я предлагаю тебе эту сделку. И ты должен знать, что люди вокруг тебя не такие уж глупые, либо особенно те, кто достиг вершины. Нарт пожал плечами и спросил. Итак, каково твое мнение? Собираешься ли ты пойти на сделку или нет? Тя посмотрел вниз на мгновение задумавшись. Он только что испытал потрясение в своей жизни, никогда не ожидая, что старик будет таким резким, поэтому ему потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться. Через некоторое время он вдруг открыл рот и ответил ему в виде еще одного вопроса. Почему вы хотите, чтобы я заключил эту сделку? А вы, без сомнения, сильный человек, почему бы вам не помочь людям снаружи? Я уверен, что Орда будет подавлена, если вы отправитесь туда. Нарт беспомощно покачал головой. Сначала отвечу на ваш второй вопрос. В отличие от моей болтуной и самоотверженной внучки, я просто эгоистка, которая не будет действовать без какой-либо выгоды без необходимости. Конечно, я помогу им, если монстры ворвутся в город, но не в данный момент. У всего есть две стороны, как у медали. С одной стороны, эта Орда разрушительна, но с другой стороны, это прекрасная возможность для людей уйти. Постарайтесь увидеть более широкую картину. Вы бы предпочли отправить человека 500 го уровня, чтобы подавить Орду с такой большой ценой и только одним уровнем в качестве награды, или вы бы предпочли привезти сотню людей 200 го уровня, чтобы сражаться с Ордой без таких больших затрат, сказав, что это во благое обучение с не менее чем пятью уровнями для каждого человека в качестве награды. Тиан нахмурился и сказал, как ты сказал, это возможность, и я уверен, что люди умрут, если ты приведешь этих людей, но те, кто выживет, станут намного сильнее, чем пять уровней. Они получат опыт и другие вещи. Итак, очевидно, я бы выбрал второе. Нарт поднял большой палец вверх. Точно. Именно поэтому военные отправляют солдат такого уровня только для повышения уровня боевого опыта и гордости. Это выглядит негуманно, но военные уже сказали вам, что вы потеряете свою жизнь, тем более, что это опаснее, чем маленькие войны, которые происходят по всему миру. Это всего лишь вопрос вашего решения. Что бы вы предпочли? Плохую причину для хорошего результата или хорошую причину для разочаровывающего результата? Конечно, всегда есть предел, как я уже говорил ранее. Вы должны установить свой собственный предел и действовать более уверенно, потому что я вижу, что ваша осторожность на самом деле ограничивает вас прямо сейчас. Нарт улыбнулся. Тиан нахмурился и понял, что он сказал. В своих мыслях он понял, почему Нарт Илрик славился своими глазами и талантом. Всему виной было то, что у него было сердце учителя. Не желая тратить время юноши, он продолжил. Что касается первого вопроса. Это просто. Если Алия представит его вам и группе, это будет просто ее влияние. Я не хочу, чтобы она несла это время на данный момент. Следовательно, я хочу использовать вас, заключая эту сделку. Что бы вы ни говорили, сделка есть сделка, и никто не узнает, что это за сделка, пока вы ее не раскроете. Не похоже, что люди поверят мне, если я что-нибудь скажу верно. Брови те одернулись, когда он подумал. Дедушка Алия действительно хитрый лис. Нарт лишь самодовольно улыбнулся, как бы говоря. Ты знаешь, я понимаю. Если это все, что ты хочешь, я могу согласиться. Хорошо. Конечно, я бы хотел, чтобы вы и ваша команда подписали соглашение о неразглашении, а также право использовать искусственное гнездо моей семьи и Илриков. Поскольку вас здесь невозможно увидеть, я зайду к вам в школу после какое-то время. И я верю, что это пойдет тебе на пользу, верно? Нарт ухмыльнулся. На этот раз Тио не мог не признать поражение. Преимущество, по словам Нарта, заключалось в том, что люди неправильно поняли бы, что он связан с Нартом и Илриком. Нынешняя Орда определенно была чем-то связана с Тио. Он, конечно, знал об этом, потому что его осознание должно было дать ему знать, что происходит. С одного наблюдения он должен был понять, что его команда саботировала, не дав указания встретиться с солдатами перед кругом телепортации. И с этим недоразумением тот, кто попытается саботировать их, дважды подумает, потому что семья Илриков будет в пути. И его предложение позволило Тио воспользоваться этой ситуацией, чтобы защитить себя, в то время как семья Илриков знала, нацелены ли они на Тио. Или кого-то еще в их группе. После этого они могли начать свое расследование с текущей целью. Похоже, он также был зол на то, что кто-то пытался саботировать команду его любимой внучки. Я понимаю, я согласен. Тио кивнул и посмотрел на него с серьезным выражением лица. Однако я не собираюсь быть использованным вами после этого. Хи-хи. Маленький дьявол. Нарту смехнулся и протянул руку. У нас есть сделка. Тио пожал ему руку, соглашаясь на сделку. Тогда ты должен сначала выбрать одно или два копья. Он улыбнулся и протянул руку влево, как бы указывая Тио направление полок. Тио кивнул с серьезным выражением лица и подошел к полкам, найдя кучу оружия чемпионского ранга. Он посмотрел на каждый ценник и узнал, что копья чемпионского ранга стоят от 100 000 до 400 000. Он наткнулся на красное копье. Рукоять была черной, а между рукоятью и красным лезвием, казалось, было золотое соединение, которое делало все копье более элегантным. Когда он опустил зрение, он понял, что это копье было тем самым. 250 000 зилов, и если я получу еще один, думаю, я смогу позволить себе заплатить 500 000 зилов за два месяца, пробормотал Тио, схватив копье, ища еще одно для своего клона. Второе копье имело вид аналогичный первому, но вместо черного у него была оранжевая рукоять с красно-золотыми узорами. Длина и другие параметры были одинаковыми, так что ему не нужно было пробовать. В то же время он чувствовал, что копье было относительно тяжелее, чем его копья элитного ранга. Ему было все равно, так как у него был месяц, чтобы привыкнуть к этому. Он отнес копье к прилавку и подарил его Нарту. Хэм. Хороший выбор. Ну, плохой выбор не бывает, потому что все оружия здесь хорошие. Нарту смехнулся и продолжил. В любом случае, общая сумма составляет 490 000 зилов. Я буду ждать от вас платежа через 2 месяца. Я понимаю, он должен был выполнить свои задачи в этом магазине, но Тиане ушел сразу. Вместо этого он серьезно посмотрел на Нарта, поскольку тот обнаружил, что с ним что-то не так. Ты хочешь что-то сказать? Вообще-то, ты знаешь что-нибудь о причине Орды? Нарт слегка приподнял брови, как будто у него в голове возникла мысль. Он немного подождал, прежде чем сказать. Есть несколько причин для создания Орды. Дело не в том, чтобы спровоцировать монстров вокруг, потому что вы не заставите так много монстров преследовать вас одновременно. Но дело в том, чтобы спровоцировать лидера монстров. Лидер Тиа сузил глаза. Да. Я уверен, что вы знаете, что есть разница между обычным монстром и редким монстром. Верно. Тиа кивнул. Редкие монстры сильнее обычных и имеют определенные характеристики, как будто их считают лидерами. Значит ли это, что здесь есть лидер? Нарт покачал головой. Существует два типа классификаций монстров. Первый тип, это ранг монстров. Нормальный, элитный, чемпион, герой, высший, мифический и бог. Это семь рангов, которые есть и у нас, людей. Тем не менее, есть еще одна классификация, известная как класс монстров. Вместо этих семи есть только пять классов монстров, причем три из них появляются только в этой области. Это обычный класс, редкий класс и монстр общего класса. Проще говоря, монстры нормального класса такие же, как пешки. Они повсюду, как и обычные охотники вокруг нас. Выше них монстры редкого класса. Как следует из названия, это редкая разновидность монстров. Большинство из них обычно ведут небольшую стаю или держатся в стороне. Если монстр редкого класса мутирует еще больше, он достигнет общего класса. Этот общий класс имеет возможность командовать всеми видами монстров. Если взять в качестве примера наш собственный мир, нормальный класс похож на нашего обычного охотника. Монстр редкого класса похож на лидера небольшой группы. Что касается монстра общего класса, можно сказать, что это я или моя предыдущая должность. Лидер большой семьи, те закрыл глаза и кивнул. А над ними еще два класса. Какие они? King's Lass и World's Lass. Вы можете сказать, что King's Lass эквивалентен стране, а World's Lass эквивалентен N. Я не буду слишком подробно объяснять, так как рано или поздно вы получите лекцию в своем классе. World's Lass монстр был тем, кто мешал человечеству расширять свою территорию и запускал спутник, чтобы облегчить все исследования. Но не волнуйтесь, в нашей стране есть только один королевский класс, и этот монстр прячется в далеком месте. Даже если вы пойдете к другим нашим воротам, в которых есть монстры относительно более высокого уровня по сравнению с этими воротами. В любом случае, я может чувствовать монстра общего класса в этой области, и армия, похоже, отправила кого-то того же уровня, чтобы позаботиться о нем, так что не волнуйтесь и продолжайте охотиться на этих монстров. Я полагаю, это монстр общего класса бесконечного травяного поля. Хэм, Тиос узел глаза, никак не ожидая услышать это имя из своих уст. Кажется, ты знаешь об этом поле, но не знаешь о секрете, ухмыльнулся Нарт. Поле бесконечной травы может привлечь так много монстров из-за монстра общего класса. Я не могу много объяснить, но вы можете сказать, что есть секретный вход для входа в настоящее поле бесконечной травы, где обитают монстры ранга чемпиона и ранга героя, включая генерала. Класс монстр. Если я не ошибаюсь, уровень этого монстра почти достигает 500. Хэм, я мало что знаю. Нарт пожал плечами. В любом случае, пока я здесь, ничего не случится. Просто иди на охоту прямо сейчас, я больше не буду сопровождать тебя. Брови Тио дернулись, когда он беспомощно кивнул. Я понимаю. Спасибо за информацию. Хорошо. Он кивнул и махнул рукой. Благодарю вас за ваше покровительство. Тио тихо вышел наружу, а затем снова направился к стене. Люди начали смотреть на Тио как на человека, который на самом деле носил два копья за спиной и два в руках. Его внешний вид был странным, но все они просто шептались друг с другом, говоря об этом, не поправляя Тио или что-то в этом роде, поскольку он был просто незнакомцем. Тио тоже не обратил на них внимания и вошел в лифт, быстро добравшись до товарища по команде. Как только он достиг верхней стены, он уже знал, куда идти, так как поделился своим видением с клоном. Пробормотал он с улыбкой. Время охотиться. Надеюсь, я стану свидетелем великой битвы между армией и монстром общего класса. Когда клон Тио внезапно остановился, группа посмотрела на него, но обнаружила, что он смотрит в определенном направлении. Группа мгновенно поняла, что Тио вернулся, и проследила за его взглядом. Вскоре они обнаружили Тио, идущего с четырьмя копьями и рюкзаком и выглядевшего очень странно. Ха-ха, прости, что так внезапно пропало. Тио усмехнулся и подошел к ним. Он передал рюкзак своему клону вместе с двумя копьями. На данный момент его клон стал его багажником, пока он сражался с новым копьем. Ты так долго, что ты сделал, Тио? Фирел взглянула на него, небрежно спрашивая. Слушая его тон, он знал, что даже если бы он не хотел этого говорить, все было бы в порядке. Однако Тио решил иначе. Он открыл рот и объяснил ситуацию. Проще говоря, кто-то пытался саботировать нас и заставил нас проиграть этот раунд, не записавшись на экстренный отпуск. Есть официальный солдат, который сделает это за нас перед кругом телепортации. В любом случае, я объясню подробности. Позже я просто хочу, чтобы вы знали, что все было обработано. Группа расширила глаза, не ожидая, что Тио найдет что-то подобное. Они посмотрели друг на друга и задались вопросом, не доверял ли Тио никому. Несмотря на сомнения в их глазах, они не произнесли этого, чтобы никому не причинить вреда. В любом случае, мы должны сосредоточиться на этом вопросе прямо сейчас. Тио улыбнулся и вспомнил, что видел клон. Когда он закрыл глаза, чтобы обдумать их следующий шаг, монстр достиг вершины и прыгнул в небо. Его внешний вид был похож на льва, но его тело было голубым, а гриво черный. Голубая молния внезапно накрыла льва, когда тот приземлился на вершину стены. Это лев синий молнией. Это должен быть лев 200го уровня. Многие начали кричать, в то время как Тио открыл глаза, чтобы проверить льва вместе с левой и правой сторонами, чтобы увидеть, есть ли у них подкрепление или нет. Из того, что он мог видеть, люди вокруг них были студентами или какими-то охотниками низкого уровня, поэтому он знал, что этот монстр убьет их. Не утруждая себя проверкой, Алия и Сихан уже бросились на льва, чтобы предотвратить любые жертвы. Почувствовав их присутствие, лев обернулся и замахал правой лапой, пытаясь разрезать их обоих когтями. Сихан знал, что он может быть недостаточно силен, чтобы справиться с этим, поэтому он снова использовал свое бешенство и остановил мощный взмах своим щитом. Лев расширил глаза, но вскоре отпрыгнул назад, чтобы избежать атаки Алии. Внезапно Лауст и Ферилл появились с обеих сторон и ударили льва в живот. Рев. Лев взревел от боли, но Алия это больше не волновало, и она бросилась на него, разрубив ему голову на две части. В любом случае, разница в их уровне была не так уж и велика. В дополнение к ее благословению, сила Алии была равна силе льва, в результате чего она убила льва одним ударом. Люди на стене молча уставились на Алию. Даже солдаты остановили движение и тут же обернулись, проверяя состояние под стеной. Между тем, после того, как они стали свидетелями мастерства Алии, раздались аплодисменты. А на Алия Илрик она может убить льва молнии 200го уровня одним взмахом? Вот это да. Разве это не означает, что ее сила уже близка к 200му уровню? Они поняли, что, несмотря на обширные знания и технику, предоставленные ей семьей и школой, ее уровень был уже близок к 200. Была поговорка, что у учеников в школе не будет достаточного уровня, когда они закончат учебу, потому что талантливые люди их поколения, которые предпочли не ходить в школу, на самом деле тратили свою жизнь на охоту на монстров, в результате чего становились людьми высокого уровня. Однако Алия только что нарушила это высказывание, продемонстрировав свое мастерство. Без каких-либо преимуществ в уровне эти талантливые люди никак не могли противостоять Алия, которая посетила так много лекций и многое поняла. По этим двум причинам в последние дни школа произвела элиту. Единственной проблемой выпускников был их низкий уровень. Когда они догнали уровень других людей, они начали блистать, таким образом становясь известной элитой. Вот почему большие семьи решили отправить своих детей учиться в школу и в то же время установить связи с другими влиятельными людьми. Пока они восхваляли Алию, Тио встал на стену, чтобы посмотреть, что происходит под ним. Сцена была похожа на ту, что он видел минуту назад. Монстры нагромождались друг на друга, пытаясь взобраться на высокую стену, в то время как солдаты и охотники убивали их изо всех сил. Затем его взгляд обратился к определенной группе монстров. В этой группе было всего 10 монстров, но тот факт, что они пытались разрушить металлическую дверь, возбудил его интерес. Теперь, когда я думаю об этом, почему монстры должны собираться вместе? Они могут просто разрушить стену своими навыками, не так ли? Даже если они не могут, тогда есть врата. Тио сузел глаза и внезапно пригнулся, когда стена задрожала. Это был очередной шквал умений монстров. Навыки попали в стену над воротами, что на удивление не оставило следов. Хо. Тио сузел глаза и посмотрел на стену. Теперь, когда я думаю об этом. Стена. Она построена из металла, способного остановить мощный шквал атак монстров ранга чемпиона. Черт, материалы могут быть из карт материалов высшего ранга. Эта база требует много ресурсов, и каждый клочок земли под магазины дорог. Неудивительно, что только на то, чтобы построить эту базу, даже с десятью тысячами рабочих, уходит почти десятилетие. Тио вспомнил, что когда-то смотрел запись этой базы из любопытства в прошлом и понял, что если у них нет монстра 500го уровня, они не смогут пробить эту стену, став возможностью повысить свой уровень. Зная, что делать до конца дня, он быстро призвал свою волшебную пулю и обрушил на монстра в дождь из своей волшебной пули, пытаясь убить как можно больше монстров, чтобы повысить свой уровень. Ему нужно было набрать скорость и стать охотником ранга чемпиона, так как ему было любопытно, какой подарок он получит от благословения. Магическая пуля после трех часов боев на стене Тио понял, что их количество уменьшилось. Благодаря своему преимуществу в стене людям удалось свести к минимуму свои потери, постоянно обрушивая на монстров дождь своих навыков. Тио также безостановочно сражался, сохраняя при этом использование своей магической силы, в результате чего он несколько раз повышал уровень. Он не использовал свою волшебную пулю опрометчиво и подождал минуту, прежде чем отправить еще одну, потому что он не хотел исчерпать свою магическую силу так быстро, поскольку волшебная пуля требовала все больше и больше магической силы с каждым использованием, если он использовал ее постоянно. В конце концов, это был недостаток его волшебной пули. Внезапно они услышали чей-то голос из динамика, установленного внутри стены. Количество врагов значительно уменьшилось, поэтому мы начнем сражаться с ними на земле. Это будет тяжелый бой из-за отсутствия устойчивой опоры, поэтому, пожалуйста, хорошо подумайте, хотите ли вы остаться на стене или на земле. Те, кто на стенах, должны целиться чуть дальше. Дружественный огонь им не простится. Когда Теа услышал это объявление, он улыбнулся и посмотрел вниз. Это правда, что не будет устойчивой опоры, потому что земля будет покрыта кровью и трупами. Другими словами, им нужно было сражаться с монстрами на трупах, а не на земле. Однако трое солдат внезапно спрыгнули со стены, направляясь прямо к трупам. Ветер образовался под их ногами и смягчил их падение. Монстры заметили их, но было слишком поздно. Трое солдат использовали свое мастерство, чтобы создать три гигантских торнадо и сдуть все трупы. Таким образом, им придется сражаться не на трупах, а на грязи красного цвета. Прежде чем они смогли убить солдат, трое солдат прыгнули в небо и использовали свой ветер, чтобы вернуться на вершину стены. Хо, Тио расширил глаза очарованной стратегией и серьезно обдумал объявления. Хотя люди все еще обрушивали на монстров свои умения, половина из них двигалась к лестнице, пытаясь спуститься на землю. Посмотрев на выражение лиц своих товарищей по команде, Тио пожал плечами и спросил. Я не думаю, что есть необходимость в голосовании, верно. Группа улыбнулась, когда они быстро спустились на землю, ожидая, пока армия откроет ворота. Он мог видеть более двух тысяч человек, стоящих перед воротами, не считая тысячи солдат. Как только выйдешь, быстро найди место для боя и не гонись за ними слишком далеко. Было объявлено еще одно указание, и сразу после этого ворота начали открываться. Так как солдаты были в самом авангарде, они поставили пример и быстро убили всех монстров вокруг ворот, обеспечив людям место для выхода из базы и рассредоточения. Тио и его группа также покинули базу. Тио наблюдал за движением монстров, поэтому знал, куда идти, чтобы убивать высокоуровневых монстров. Тио привел свою команду к позиции, в то время как другие люди были вокруг них, сражаясь со всеми монстрами, которые бежали к ним. Команда Тио не стала исключением. Пробежав минуту, монстр проскользнул мимо других людей и прыгнул к ним. Это был гуманоидный монстр с зеленой кожей, передвигающийся на двух ногах. На руках у него были длинные острые когти. Эти когти ударили по щиту Сихана, когда тот появился между ними, пытаясь остановить его продвижение. Удивительно, но Сихана оттолкнула на несколько футов, но он все еще был в порядке. Чувствуя что-то отличное от этого монстра, Тио быстро просмотрел информацию о монстре и обнаружил, что это был страшный монстр ранга героя. Название. Гуманоидный бродяга. Уровень. 255-260. Гуманоидный монстр с острыми когтями и необычайной ловкостью. О, нет. Это монстр ранга героя. Тио сообщил им вслух, сказав. Я не знаю, обычный это монстр или редкий, но нам нужно быть осторожными. Алиа Сихан. Вы двое разберетесь с ним первыми, чтобы привлечь его внимание. Алиа признала и попыталась помочь Сихану, но последний быстро упомянул. У этого монстра нет мощной силы, но остерегайся его скорости, Алиа. Алиа кивнула, подняла меч и рубанула вниз, пытаясь разрубить врага. Чудовище было достаточно разумно, чтобы соответствовать движениям Алии, и подняло руку, когда зеленая кожа заблестела и без проблем остановила меч Алии. Затем он поднял другую руку и замахал когтями. Сихан использовал свой щит, чтобы оттолкнуть его. Монстр в конце концов скучал по Алиа, но не хотел останавливаться на достигнутом. Он схватил щит Сихана и отбросил его. Сихан использовал всю свою силу, чтобы удерживать щит, но хотя сила и не была его сильной стороной, монстр постепенно одолел его. С обеих сторон появились Ферилл и Лауст, пытаясь перерезать ему шею. Умереть. Ферилл стиснул зубы, прежде чем широко раскрыть глаза, увидев, что чудовище каким-то образом поймало его меч своими когтями. То же самое относилось и к Лаусту. Его меч не мог двигаться, когда монстр поймал его. Коготь такой крепкий. Хотя кожа не выглядит так, будто он может выдержать наше оружие. Ферилл наблюдала за монстром, прежде чем отпрыгнуть. Лауст последовал за ним сразу после того, как они планировали использовать скрытую атаку, чтобы убить монстра, если Алиа не сможет быстро с ним справиться. Все хорошо. Алиа улыбнулась и появилась позади Сихана. Не обнаружив никого впереди, на этот раз она больше не сдерживалась и взмахнула мечом. Дюймовый слэш. Монстр не понял ее действий и быстро поднял когти, чтобы остановить эту невидимую энергию, но безрезультатно. Все когти были отрезаны, прежде чем на его теле появился огромный след от меча, почти разрезавший его на две части. Этот дюймовый разрез был усилен чаровым клинком до такой степени, что мог убить мамонта, поэтому Алиа была немного удивлена, что монстр может противостоять ему. Прежде чем кто-либо успел среагировать, Эллин уже появилась позади монстра и положила руку на его скользкую спину. Липкая слизь на поверхности замерзла, а на груди монстра образовались кристаллы льда. Морозная нова. Эллин улыбнулась и нанесла смертельный удар. Это еще не конец. Два монстра проскользнули мимо людей и прыгнули на Эллин с широко открытыми ртами. Эллин. Алиа громко позвала свое имя, прежде чем обнаружила, что их головы пронзает синий свет в воздухе. Был только один человек, который мог это сделать. Она обернулась и увидела, что Тя, ворча, стреляет из своей волшебной пули. Серьезно. Вы все не можете немного подождать, чтобы посмотреть на то, что вас окружает. Не сосредотачивайтесь только на одном монстре. Эллин просто махнула рукой и сказала с улыбкой. На Тя всегда можно положиться. Теперь я буду твоей поклонницей. Не смывайте его этой бесполезной штукой. Сначала ты должен быть в курсе того, что тебя окружает. Если бы меня здесь не было, на Эллин бы напали. Тя беспомощно покачал головой, глядя на эту группу. Группа замолчала, прежде чем Эллиа пошутила, но более серьезно. Ахаха, но смотри. Мы можем снова убить монстра ранга героя. Хотя я считаю, что это нормальный ранг героя, так как я не чувствую особой разницы с другими. Вот почему этот монстр немного слабее по сравнению с мамонтом. А без экстраординарной защиты, как только вы его срубите, он умрет. Тя прищурился, когда Эллин и Али оглотнули, гадая, о чем он думает. Тя просто вспомнил, что произошло. И знал, что через месяц они смогут убить еще одного монстра ранга героя, такого как Мамонт. Однако он хотел, чтобы Сихан и Ферил сначала достигли ранга чемпиона, прежде чем пытаться это сделать. Поэтому он подумал о том, чтобы отправиться в искусственное гнездо семьи Эйлрик, чтобы повысить свой уровень. На этот раз задание выглядело выполнимым, поскольку он объяснит соглашение после подписания контракта позже. В любом случае, не сосредотачивайтесь на одном монстре за раз. Это хаотичное поле битвы. Монстры могут прийти со всех сторон. Тя замолчал и наблюдал за выражением лица группы. Удовлетворенный он продолжил. Если вы это понимаете, то пошли. Ау. Эллин в шутку подняла руку и зааплодировала, как фанатка. И останови вон того. Тя указал на Эллин, вздыхая. Группа усмехнулась и продолжила охоту на монстров. Следуя инструкции Тя, они стали немного осторожнее. Тем не менее, как и следовало ожидать, монстры иногда проскальзывали мимо других групп, заставляя Тя постоянно менять их позицию, чтобы убить их. Ему было трудно делать это постоянно, потому что ему нужно было формулировать один план за другим. Другое чувство было, когда он вел группу на борьбу с гнездом или что-то в этом роде. В конце концов, он уже знал, что эти монстры будут атаковать их один за другим. Но в этом месте монстры сначала сражались с другими людьми, прежде чем напасть на них. Ему нужно было действовать быстро и осторожно, потому что в другом направлении могли быть другие монстры. Тя все время потел, и постепенно становилось все хуже. Если бы не тренировка на выносливость, которую заставил его хозяин, он мог бы потерять сознание через час. Это был первый раз, когда Тя почувствовал это. Его разум стал нечетким, а глаза начали расплываться, как будто ему не хватало кислорода, несмотря на то, что он постоянно использовал свое дыхание. Увидев его состояние, Алия внезапно остановилась, ошеломив остальных. Когда они обернулись и увидели усталое и бледное лицо Тя, то вспомнили, как Тя все это время приказывал им. Они не чувствовали никакого давления, потому что просто следовали его приказу. Сихан, Ферил, Лауст, вы трое пойдете со мной и будете следить за четырьмя направлениями. Эллин, хватайте Тя и отступайте к стене. Мы остановим охоту на 10-20 минут, приказала Алия. Они последовательно кивнули, когда группа отступила с поля боя, несмотря на то, что люди медленно оттесняли монстров обратно в лес. Тя махнул рукой, говоря Эллин, что он в порядке и может идти один, глядя на монстров. Он думал, что они вот-вот выиграют эту битву, прежде чем из земли появился коричневый корень. Этот коричневый корень шириной в 10 футов мгновенно стал центром внимания, поскольку почти все люди на земле и на стене уставились на него. Корень пронзил небо, почти вдвое превысив высоту стены, а остальные постепенно появлялись. Что происходит? Почему из земли появляются огромные корни? Уа. Крики замешательства начали заполнять поле битвы, когда некоторые люди отвлеклись на корни, прежде чем умереть в руки монстра. Тя и остальные осмотрелись вокруг, прежде чем Алия посмотрела вниз и закричала. Нехорошо. Все прыгают к стене. Все были сбиты с толку, но увидели, как треснула земля, и поспешно выполнили указание Алии, прыгнув на стену. Другой корень появился из их положения и уничтожил бы их, если бы Алия не предупредила их. Они быстро направились к стене, чтобы избежать дальнейшей конфронтации, пока не узнают, что происходит. В то же время охотники и студенты пытались вернуться в город, так как боялись смерти. Это создало неорганизованную армию, которая заставила монстров восстановить свое превосходство, убивая людей одного за другим. Тем временем Тя и его группа также обнаружили 10 приближающихся к ним монстров. Они думали, что им нужно будет убить одного или двух одновременно, но нет, их было 10. Никто больше не удосужился выстроиться в шеренгу для уничтожения монстров, вот и результат. Тем не менее, они обнаружили, что этот кошмар не прекратился. Корни закружились, прежде чем протянуться к вершине стены, став мостом для грядущих монстров. Несколько корней пронзили металлическую стену, демонстрируя свою престижность, проделывая в них дыру. Теос узел глаза и огляделся, но когда он немного поднял взгляд, то увидел огромное дерево, постепенно возвышающееся внутри леса. Дерево достигало неба на 200 футов, что в основном равнялось высоте стены. У дерева не было лица, но, казалось, оно могло видеть свое окружение. Корень, появившийся перед ними, внезапно сдвинулся и пронзил стену прямо над ними. Некоторые металлические детали упали, когда Алия предупредила их. Осторожно. Они подняли голову и быстро отскочили в сторону, чтобы избежать падающих кусков металла. Когда они думали, что все кончено, они не могли ошибаться больше. Ветви дерева, наконец, начали тянуться к земле, становясь мостом, по которому монстры могли добраться до стены. Те, кто был наверху стены, ахнули и попытались срубить или сжечь ветки, но были удивлены тем, что дерево никак нельзя было срубить или уничтожить. Что это? Что происходит? Скоро ли артбиоцциты рухнет? Люди запаниковали, пытаясь уничтожить ветки, прежде чем обнаружили, что монстры начали карабкаться по веткам, пробираясь к стене. Если они падут здесь, артбиоцциты наверняка погрузятся в хаос. Когда люди начали впадать в отчаяние, в небе появились четыре красных круглых пламени, не теряющих яркости на фоне оранжевого неба. Люди заинтересовались внезапным светом, подняли глаза и увидели все эти огненные шары, летящие к дереву. Словно реагируя на пламя, из земли появились еще четыре корня, мгновенно пронзив все это пламя. Бум! Все они взорвались один за другим, прежде чем услышали щелкающий звук, который казался спокойным, но способным доминировать над любыми другими звуками на этом поле боя. Люди обернулись, чтобы посмотреть на источник звука, и увидели зеленоволосого мужчину, идущего к дереву со спокойным выражением лица. Он был одет в такую же военную форму, как и любой другой солдат в армии, но на его шее висела полупрозрачная красная шаль. Источником щелкающего звука оказался его золотой посох с круглой головкой и множеством прикрепленных к нему колец. Кольца столкнулись друг с другом и издали звук, похожий на звон колокольчика. Мужчина улыбнулся и посмотрел на дерево, спрашивая, по какой причине вы вторгаетесь в город? Я знаю, что вы можете меня понять. Мы сохраняли нейтралитет в течение последних пяти десятилетий. Если мы допустили какие-то ошибки, не могли бы вы сказать нам? У Тео отвисла челюсть, когда он услышал, что кто-то пытался поговорить с монстром. Монстры отличались от животных. Они были агрессивны и нападали на вас, как только замечали, поэтому с ними было трудно разговаривать. И тем не менее, этот человек попробовал. Подожди, они могут поговорить с тобой? Тео вспомнил классификацию, которую дал ему Нард. Если ранги делятся на уровни, то классы делятся на умные. Мне нужно узнать подробности. Тео покачал головой и снова начал убивать монстров, поскольку на поле боя все еще царил хаос. Тем временем дерево не ответило человеку и на минуту замерло. Даже мужчина понял, что что-то должно было произойти, и это потребовало проведения ряда расследований. Но он хотел узнать проблему от самого дерева и старался сделать все, чтобы решить ее как можно быстрее. Я уверен, вы знаете, что ваше существование приносит нам большую пользу. И, как и было обещано, мы ничего против вас не сделаем и накажем любого, кто это сделает. Не могли бы вы рассказать нам о проблеме? Мы можем решить эту проблему вместе. Мужчина снова позвонил дереву, надеясь, что вместе оно решит проблему. К несчастью для него, ответ, которого он ждал, пришел в виде атаки. Четыре корня, которые остановили его огненные шары, двинулись к нему, сбивая его с ног. Бам! Поднялась пыль, и они подумали, что человек просто попал под эти корни и умер. Однако прямо перед деревом появился тот же мужчина с серьезным выражением лица. Кажется, мир никогда не был вариантом. Он сузил глаза, протянул руку к дереву и ударил по ветке дерева, которая, казалось, расширялась, чтобы скрыть любой трюк, который он хотел проделать, показывая свою скорость реакции. Зажигание. Рука мужчины начала покрываться его красным пламенем, когда оно разлетелось веером, охватив дерево. Некоторые листья тоже сгорели, но всех, кто был свидетелем этого, удивило то, что пламя вообще не могло сжечь листья, не говоря уже о ветках и стволе. Было доказано, что пламя неэффективно, как будто дерево не восприимчиво к огню. Дерево внезапно закачалось влево и вправо, когда несколько листьев постепенно упали с ветвей. Мужчина понял, что это тоже необычные листья. В тот момент, когда они падали с дерева, листья внезапно летели на солдат, охотников или даже на тя и его группу, превращаясь в острое лезвие. Многие люди не могли на это отреагировать и протыкались листьями. К счастью, Алиас умела защитить группу своим умением стойкости и предотвратила ранения. Тя, с другой стороны, подтвердил, что враг был похож на черепаху, которую он тогда встретил. Если эта черепаха-призрак могла призвать тысячи скелетов, чтобы охотиться на что-нибудь вокруг себя, даже не двигаясь, то это дерево могло бы убить их легким встряхиванием. Ему стало интересно, какую сцену устроила бы черепаха, если бы ему удалось добраться до города. У солдата не было времени думать об умирающих людях, потому что его враг был одним из самых сильных монстров в округе. С его уровнем примерно таким же, он действительно не мог переключить свое внимание даже на долю секунды. Он поднял руку, и на вершине дерева появилась огромная огненная сфера. Багровый рог. Мужчина уронил это огромное пламя на дерево. Словно отвечая на эту атаку, дерево снова раскинуло свои ветви и образовало сетку, планируя поймать ее и бросить мяч в город. Но человек обнаружил его намерение и показал мощь своего контроля над силой. Огромные языки пламени внезапно вспыхнули и разделились на сотню меньших языков пламени, которые обвели сети и ударили по стволу дерева. Бум-бум. На поле боя раздалась серия взрывов, сопровождаемая ревом народа. Они считали, что солдату удалось поразить дерево своим умением. Дерево даже вздрогнуло из-за этой атаки, еще раз подтвердив их догадку. Однако мужчина знал, что дерево он просто не повредил, потому что огонь был потушен за считанные секунды. Десять корней выросли из земли и попытались пронзить человека, но тот увернулся от каждого из них. Если бы это был кто-то другой, они бы умерли несколько раз, потому что корни продолжали появляться из земли и вскоре возвращались, если атака не удалась. Из-за чего солдатам было трудно следить за атаками даже с его осознанием. Раз вы не хотите никакого мира, то пусть будет так. Парень стиснул зубы и хлопнул в ладоши. Еще один сферический шар появился над его головой, прежде чем он вырос и начал вращаться, как торнадо. Он рос все больше и больше, пока не достиг высоты дерева. Адский вихрь. Парень планировал сжечь этого парня дотла, но обнаружил, что его стратегия ни к чему. Прежде чем вихрь успел поглотить его, корни, проделавшие дыру в стене, внезапно упали, как будто собираясь пробить другое место. Многие люди прыгали со стены, чтобы помешать корням, но все были удивлены, когда один из корней ушел первым. Больше к стене не подходил. Вместо этого этот корень пронзил ворота, заполненные людьми, убив не менее 50 из них, пытавшихся войти в стену, чтобы избежать смерти. Но с этим уже не было никого, кто мог бы остановить монстров от проникновения в город. Словно поняв замысел дерева, монстры быстро проскользнули мимо всех солдат и охотников вокруг ворот, не заботясь об их состоянии. Им было все равно, будут ли некоторые из них сбиты или ранены этими людьми, лишь бы они могли войти. Какой монстры идут в город? Нехорошо. Город скоро погрузится в хаос. Помогите, помогите. Что происходит? Люди начали паниковать, пытаясь убить монстров, но было слишком поздно. Несколько монстров проникли в город, остальные скоро последуют за ними. Нет. Услышав их голоса, солдат, сражавшийся с деревом, стиснул зубы и посмотрел на дерево. Итак, это твой ответ. Так как это так, я собираюсь убить тебя прямо сейчас. Тем временем город вскоре погрузился в хаос. Люди были в панике, так как они никогда не думали, что монстры смогут войти в город, когда все солдаты сражаются снаружи. Но прежде чем они продолжили, старик внезапно приземлился на землю после долгого полета в небе. Он устало почесал затылок. Хайс. Иногда люди злее монстров. Я устал с этим сталкиваться. Он поднял руку и призвал на ладони маленькую сжатую сферу ветра. Тем не менее, я уже сказал ему, что ничего не случится. Так что, думаю, со мной здесь ничего не случится. Да, старик был никто иной, как Нарт Илрик. Наконец он сделал свой ход и появился на поле боя. Прежде чем монстры начали бесчинствовать в городе, Нарт бросил в них сжатую ветряную сферу. Он взорвался в воздухе и образовал горизонтальный торнадо, который унес всех существ, будь то люди или монстры, наружу. Люди были в замешательстве, но Нарт только беспомощно покачал головой и нес в другой руки черный мешок, направляясь к воротам. Время работать. Продолжение следует...